МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Члены региональной группы общественного контроля за содержанием и ремонтом дорог у нас в студии. Уже не в первый раз. Спасибо, что пришли. Багир Шарифов, Виталий Брам, Шамиль Бузиков. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые общественники, в вашем тоже мнении хочется поинтересоваться. Елена Васильевна, женщина-мэр, впервые в истории нашего города. Какие надежды возлагаете? Надежда есть. Надежда есть. Багир Багирович. Я ей сразу сказал, что очень приятно, что такую замечательную девушку назначили. Единственное, что вы, пожалуйста, обращайтесь к нам, если будут поступать на приличные предложения. Ну, ты слышал. Это мы в кулуарах немножко побеседуем. В АДД не хочется, ведь никому, правильно. А будут поступать. Ну, в общем, чем сможем, тем поможем. Конечно, не самая хрупкая женщина, хотя выглядит достаточно. У нее очень огромный опыт, но ты ей все равно нужен. Лучше, чтобы действительно было экспертное сообщество независимых людей, мнение на которых можно было бы положиться, а не заинтересованы, ангажированы, как это обычно у нас бывает. По крайней мере, если сравнять с предыдущими управителями, надежда есть, чтобы что-то чуть-чуть хотя бы лучше человек с опытом. Виталий Брам, он большую часть времени и сил приложил к тому, к критике, так сказать, предыдущих городских руководителей. Как раз таки, мы сейчас про это и говорили в этих кулуарах, что провести аудит всех муниципальных предприятий, они все убыточные. Они все убыточные, такого быть не может. Просто не может на самом деле быть. Ну, конечно. Даже вот посмотреть то, чем они занимаются. И можно сказать, что монополисты у них, есть бюджетное вливание и все прочее, и при этом все показатели в минус. Слушай, ребят, вот что вы притворяетесь, а ну вы же понимаете, приходит лицо, и, мягко говоря, все потоки просто насадятся на потоки. Тут два варианта. Либо, так сказать, так же, как и раньше, эти потоки распределяют в чьих-то интересах, либо все-таки пытаются построить что-то цивилизованное. О чем я и сказал, для этого нужна сила опора, и для этого необходима сила воли. Ну, я думаю, что вот производится впечатление. Ну, мне кажется, с силой воли в Лене Васильевне все нормально. Вот и об этом же нужна помощь. Мне так кажется. Потому что сама это, конечно, не виновата. Да, Лена Васильевна заявила у нас здесь, что планирует привлекать экспертов из разных сфер. То есть некий, не знаю, что это будет. Да, она как бы все-таки правильно сказала, что не в формальном таком плане, что, знаешь, там создать какой-то очередной конструктивный. Слушай, у нас женщина изящная, это же прекрасно вообще, так сказать, где у кого еще есть. Поэтому пожелаем ей, конечно, успехов и Бог помощи. Давайте, пожелаем. Была уже одна женщина. Какая? Мария Егоровна Гайдар. Но она не была главой города. Я думал, ты вспомнил сейчас царицу. Хорошо, давайте. Сезон дорожных работ в Кирове подходит к завершению. Давайте так порефлексируем, что было сделано. Поговорим о том, что сейчас происходит. Ну, слава богу, СМИ активно сообщают о том, где как ремонт идет. Сообщается, собственно, о ваших претензиях. Претензий по-прежнему немало, да? Да. Правильно мы понимаем? Да, очень много претензий. Так, давайте о вашей каждодневной сейчас работе в ранге общественных контролеров поговорим. Где побывали за последнее время? Где горячие моменты у нас самые такие? Везде у нас еще объекты в работе. Это Комсомольская, очень пристальное внимание туда. Там уже первые слои начинают уходить. Поскольку... Начинают уходить, то есть... Ну, не разрушаются. Уже разрушаются, потому что там... Комсомольская, поясним, от ЖД вокзала в сторону Попова. Да, по Попово туда, к переездам. Там остановлена частичная работа, потому что делаются... Коммуникации укладывают туда для моста. Для путепровода. Да, я, кстати, там был, удивился. Значит, там такой вот колодец, из которого выкачивают воду. По идее, это ливневка, но оттуда из ливневки идет кошмарный запах. То есть фекалии туда уходят, да? И плюс она горячая. То есть и горячая вода. То есть речь идет о том, что там порыв абсолютно всех коммуникаций. За это платят люди на улице Комсомольской. И никто это, ну, как бы не устраняет капитально. Но вот это все, так сказать, откачивается из ливневки, что будет делаться, не знаю. Причем новую трубу они укладывали. Так они эту трубу, Шамиль, наверное, лучше расскажут. Я визуально видел, что там идет сначала труба, потом металлокаркас, потом еще заливается это все цементом, чтобы никто не мог никуда врезаться. То есть то, что они делают, делают уже более-менее, так сказать, уверенно. Капитально. Понятно, что там проблема со сливами, с ливневкой. И эта улица, ну, так много, как хотелось бы, не простоит гарантийный срок, дай бог, и все было бы хорошо. Но сейчас они устраивают съезды. Вот по Комсомольской вопросов очень много, но, в принципе, делают же. Вот Шамиль скажет. Ну, если вспомнить, что вообще этого участка Комсомольской изначально не было в планах работ на этот год, и то, что сейчас делается, ну, это победа, в любом случае. Конечно, победа, да? Ну, они там кусочек перенесли с Комсомольской, там, где сейчас идут работы, на Комсомольскую, на перекресток. Тоже, кстати, проблемное место, очень хорошо, что его сделали. За это им большое спасибо. — Вопрос в целесоверности. То есть мы тратим несколько десятков миллионов рублей на этот участок, и что с ним будет через год? Вот большой вопрос. Уже сейчас будет разрушение, да? То есть насколько это оправдано? То есть, может быть, стоило все-таки выжить какой-то еще период, там, полгода-год, до следующей сезон, и сделать там капитальный ремонт? — Если бы ты там ездил каждый день, то ты бы, наверное, сказал по-другому. А я езжу к папе, он у меня живет на Комсомольской 89, туда и обратно каждый день. — Ну вот такая вилка, а там капитальный ремонт будет, а асфальт будет укладываться? — Нет, конечно, будет. Там идет 6 сантиметров черного асфальта, и потом еще два слоя финальные и прочее. Как там это называется? — Черный щебень там идет. — А, черный щебень. — Черный щебень, да. И потом два слоя асфальта. — С оснований. — Ну, это не капитальный ремонт. — Посмотрим то, что будет. Во всяком случае, пока выводы делать рано, потому что работы ведутся. Что будет по итогу, ну, увидим. — Багир говорит, что уже асфальт уходит. — По-хорошему там подушку надо менять. Вот она гуляет, и гуляет все остальное. Она где-то просаживается. — Если вы вспомните улицу Комсомольскую, вот всю историю этой улицы, да, то мы видим, что, во-первых, она сама по себе очень низкая. Все золото города Кира, вот это микрорайон Дружба, да, скажем так. Вся вода течет туда. Там все есть. Она постоянно в воде. Вот, пожалуйста, на улице сухо, да. Она в воде. Там вода постоянно. Там ручьи бьют. Вот там раньше деревеньки стояли, да, ну, то есть деревянные дома были. Вот. Потом, значит, застройку ввели. Там Сурикова 52 дом построили до сих пор. Вот дом-то тоже гуляет. Почему? Потому что там родник бьет. Ну, что вы хотите? Если мы не реконструируем эту дорогу, то есть не скрываем подушку, а делаем только, по сути дела, так. Космический ремонт красивый. — Нет, но здесь тогда, может быть, на самом деле прислушаться к такому варианту, как говорил Виталий, что, может быть, стоило, правда, еще один год потерпеть, а на следующий год вложить больше и сделать капитальный ремонт. — Понимаете, в чем проблема? Если год терпеть, и вообще не будет этой улицы. Там не то, что двигаться невозможно. — Ну, Господи, 20 лет уже в таком состоянии. — Давайте сейчас решим год потерпеть, и я думаю, что последние 20 лет, вот так и говорили, год потерпеть, год потерпеть. Поэтому, ну, блин, это не такие серьезные, как бы колоссальные деньги. — Туда нужны, конечно, другие деньги, другое вливание. — Реконструкция полностью. — Там же сейчас такой район-то пиковый, там же сделают путепровод, все прочее. То есть там как-то в итоге бы все привести в порядок. — Если говорить про путепровод, то, насколько я понимаю, этот участок дороги входит в том числе в проект путепровода. То есть если так оно и будет на самом деле, то я думаю, что ее реконструируют в рамках проекта путепровода. — Да, за федеральное. — Ну, это было бы здорово. Опять же, Елена Васильевна говорит, что он строится и будет в следующем году, и в район, что он будет закончен. — Прекрасно. — Там же по БКД, как получается, сначала мы намазываем, так сказать, черную корку на бутик, ну, как бы дороги делаем все в видимость. Ну, по крайней мере, можно ездить по ним, да, на несколько лет. А потом через, к 2020 году, когда Владимир Владимирович успешно перезберется в новый срок, мы будем делать капитальные дороги. Ну, так это заявлено, как бы правильно. Так вот, капитальные дороги, туда, наверное, войдет в том числе, в первую очередь, и Комсомольская, и вот это, так сказать, Чёрса с Сурикова, продолжение улицы, там уже сделаны проекты. Но по Комсомольской самая большая проблема в том, что вот эти все коммуникации, они влияют на грунт и полностью размывают подушку, поэтому верхние слои гуляют очень плотно. — То есть, надо начинать вообще с перекладки всех коммуникаций, получается так? — Включая, да, именно эту опцию. — Сначала на коммуникации все переложи. Сначала проект по коммуникациям, где, что, куда пойдет. А после этого уже думать о дороге, конечно. А то у нас получается так, что коммуникации остаются в старом виде, каком, а мы пытаемся реконструировать дорогу. — Тем более не просто в старом, а практически уже... — Да, реконструировал дорогу, и что получается? Ну, хорошо, мы опять вложим деньги, реконструируем. И что, как у нас обычно бывает, это год пройдет, потом скажут, а вот тут нужно снова разрыть, дорогу вскрыть и коммуникацию поменять, потому что трубу разорвало, гидравлические испытания мы не выдержали. — Да, 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 на улице Некрасова. — То, что произошло на улице Некрасова. В том году мы сделали там дорогу, мы закатали от автовокзала до улицы Сурикова, все сделали, все хорошо сделали, ну и что в итоге? В итоге это привело к тому, что... — Перекресток Некрасова и Сурикова. — Да, мы опять, ну, возле магазина Пятерочек, в том году дорогу сделали, там, по-моему, до Попова делали дорогу. Вот, и что в итоге получилось? Мы опять ее разрыли, ну, ладно, в том году хоть не начали, или в этом году, значит, через год. — Через год. — Вот, ну, сделали, в принципе, неплохо визуально, вроде все хорошо, но, как показывает практика, через год весной мы увидим, что... — Вот этот участок, который... — ... начнет проседать, дальше ее порвет местами, где-то в каких-то местах, а в основном в местах стыка и так далее. — А там гарантий на этот участок кто-то дает? — А вот за этот, понимаете, большой вопрос. Во-первых, должно быть заактировано, не должен быть акт разграничения вот этих, вот это вот баланса, то, к чему принадлежит, то есть, что, чье. — А, что, чье. Какой кусок дороги чьи? — Конечно, конечно, конечно. Ну, хотя бы с реперными точками, с привязками, со всем остальным. Я вот не уверен, что это есть. То есть, да, что-то поремонтировали, все, получается... — Как вышло, так вышло, и до свидания, да? — Мы что, в следующем году предъявим, скажем, вот у нас опять проседание грунта и все остальное. Кто будет ремонтировать? Ну, ремонтировать, я так понимаю, будет тот, кто разрывал яму. То есть, ремонт коммуникации проводил, правильно? Но что они там под коммуникациями сделали, и правильно ли сделали, и не порвет ли их в следующем году, это тоже вопрос. Порвет, загуляет еще где-нибудь асфальт дальше. Вот будут просадки. — То есть, здесь такой вопрос. Стоит координация всех действий, всех работ именно в каком-то едином центре. То есть, у нас есть коммунальщики, у нас есть дорожники, все прочее. То есть, чтобы... Шаг первый, для вас точно сделают оценку хотя бы на тех участках, которые планируются к ремонту. — Ее не получится сделать? — Ее не получится сделать, потому что целого каратора бюджета. — Я вам объясню, почему не получится сделать. Все очень просто, на самом деле. У нас нет планового ремонта вообще. Планового текущего ремонта, никаких коммуникаций. Вообще сетей города Кирова. Почему? У нас ремонт аварийный. Что это значит? Мы не знаем, где что порвет. У нас есть гидравлические испытания. Ну, вроде бы все закончилось. Дальше мы даем избыточное давление в нашу сеть. И начинают рвать. И смотрим, тут порвало, там порвало, здесь порвало. Начинаем просто-напросто эти разрывы устранять. А какие планы-то были, замена чего, где? Этого нет. У нас нет такого понятия технического обслуживания в нашей сети. Это у нас аварийное обслуживание. Авария есть, мы ликвидируем. Аварий нет, все, пожалуйста. Ну, подумаешь, дорогу сделали сверху. Гром грянута разорвало ведь. Еще Ульяновская, да, обратите внимание. В прошлом году сделали, там плотно очень хорошо сделали. Черный щебень тоже был, и несколько слоев асфальта. Очень жирный пирог положили. Там добротно выглядит. Вообще замечательно. А в этом году начали копать ливневку, и половину улицы обрушили. Причем то, как ее сделали, ну, извините, для меня, например, это неприемлемо. А хотя и делал эту улицу, и потом устранял, и делал ливневку один и тот же подрядчик. У меня вот к Ульяновске как раз другой вопрос в этом отношении. Мы с Виталией Григорьевичем выезжали. Давайте про Ульяновскую продолжим. Прервемся, небольшую паузу сделаем. 40 секунд буквально. Да, 40 секунд, вернемся. О дорожных работах, вернее, о сезоне дорожных работ, которые уже, судя по календарю, подходят к завершению. Скоро зима. Ну, в общем-то, уже так попахивает ею, судя по количеству желтых и красных листьев. Общественные контролеры содержания ремонта дорог в нашей студии. Багир Шариф, Виталий Брам и Шамиль Бузиков. Мы остановились на улице Ульяновской, которые претензии опять в этом году возникли. Шамиль. Ну, у меня такие претензии, то, что, конечно, ликвидировали, да, то, что сделали, это все безобразие. Но ведь вода-то стоит. А в том году вода не стояла, она уходила, убегала с прежней части. А сейчас она стоит лужами. Как будем выходить? Делали ливневку, вода стоит. Ну, конечно. Сейчас, по-моему, сейчас дорога не удовлетворяет нормативным требованиям. Но если вода стоит, можно представить, что там будет в мае. Ну, вот видите, когда мы устраняли этот дефект, это не учили. Ну, да, ну, я уж так на всякий случай пометую про наши капризы погоды. Ну, вот хозяин, хозяйское отношение должно быть к делу, правильно? Ну, если 4 года гарантия там есть и на дорогу, и на исправление, те, которые в виде с ливневкой там обрушены были, опять же, одним и тем же подрядчиком устранились, за 4 года он должен ее нести. Правильно? Ну, опять же, это наши деньги. Какого он за наш счет налогоплательщиков делает эту дорогу, тоже налоги, а потом опять переделывает за наш счет, и потом еще гарантийку за наш счет. Что-то деньгами нашими распоряжаются не очень. Но сейчас есть надежда. Нет, ну, опять же, возвращаясь к ресурсоснабжающим организациям, здесь пока был маленький перерыв, я как раз напомнил, что здесь же в студии был у нас Береснев, гендиректор. Сергей Александрович. А ты не задавал ему вопрос, сколько, ну, в каком состоянии сети, износ с какого процента? Он отвечал на этот вопрос, потому что у меня в голове этой цифры сейчас нет, но я не запомнил специально. 80% износ всех сетей. Да, порядка 80, да. И он как раз говорил о том, что в этом году они впервые некоторые участки перекладывали, не дожидаясь, пока там случится авария, потому что уже знали, что она там обязательно случится вот-вот, не в этом году, а в следующем. Но на большее число таких профилактических ремонтов у них просто нет средств. Тут же речь пошла о так называемом концессионном соглашении. Если бы оно было заключено и было бы привлечено инвестиционные деньги, то это было бы нормально, то есть они бы этим занимались. Но так получилось, что это какое-то незаключаемое соглашение, до сих пор не знаю почему. А давайте об этом поговорим. Суть в том, что ресурсоснабжающие вот эти, так сказать, коммунальные сети, это компании, которые находятся в частных руках. Глава находится, скорее всего, за рубежом. Иногда говорят, что бывает в Москве. Но, тем не менее, цель ставится какая? 80% в 90% забирают федералы, в регионе остается 10%. Их хватит, их не хватит. И суть в том, что по такой системе работают все. Теплоснабжающие, энергоснабжающие, электроснабжающие. То есть буквально выкачивают, высасывают регион. Это значит, что для того, чтобы были построены оптимальные отношения, эффективные для граждан населения, власть должна иметь силу и волю выставить отношения с собственниками. И все. Это проблема, серьезная еще проблема. Нет, ну вопрос с концессией уже обсуждается, довольно долго уже были. В том-то деле, довольно долго обсуждается, но движения пока не вижу. Области, где тоже перешли к процедуре передачи концессии. Это, по-моему, Лузия, Ветский полярн, где-то еще. То есть и в Кире, насколько понимаю, все говорят, что уже вот-вот что-то произойдет. В таком случае, наверное, появится возможность инвестировать у концессионера на реконструкцию этих сетей. То есть тогда, на самом деле, можно будет в более плановом порядке согласовывать работы по дорожному ремонту и по ремонту. Потому что ремонт будет плановый сетей. А раз он плановый, то, соответственно, его можно учитывать заранее, чтобы не было таких вещей, как на Некрасовом. Лучше, а я вообще не вижу проблемы. Почему нельзя это делать до того? Просто мы сегодня про Некрасову уже говорили, поэтому вспомнил. Вот когда интересы жрут ценности, общество деградирует. Вот сейчас все говорят об интересах. Ресурсно-собирающие все тянут на себя. И нет того ключевого объединяющего звена, которое могло бы все это притянуть в одно место и настроить эффективно. Я думаю, это человеческий фактор, однозначно. Если вернуться еще к улице Комсомольской, Шамиль, то, что сейчас ливневая канализация делается, что исправит в итоге? Ну, во-первых, позволит убедорять воду. Воды не будет. Сложно сказать. Будем верить, что воды не будет. Да, мы всегда верим в это лучшее. Потому что, согласно проекту, вода должна уходить. А то, что будет по факту, это вопрос другой. Там правда очень трудоемкая такая задача. И рабочие буквально по сантиметру, по сантиметру, по метру. Естественно, очень трудоемкая. Улица, я еще раз говорю, очень непростая. Она очень водонасыщенная. Вот этот участок сам по себе. Ну, проблем очень много. Ну, темпы достаточно скромные, вот если я правильно понимаю. Можно как-то делать. Там, в круглосуточном режиме очистка идет. Нет, ночью там никто ничего не делает. Ну, я обычно поздно приезжаю, уже все, а-ля. Уже никого нет. Уже разошлись. Ну, да. А времени осталось мало, от своей заметки. Да, когда, кстати, давайте вспомним дату, когда у нас дорожный ремонт должен завершиться уже. Последняя дата, это 20 октября. 20 октября. Да. До 20 октября должны сдать, допустим, Киров Русская, которая все там... Мы даже еще не упоминали на всякий случай про нее, да? Как-то так вот. Ну, давайте про Киров Русская поговорим. Может, просто страшно говорить при нем. Слишком много в течение этого года про нее было сказано. Итак, Киров Русская, по последней информации только половина сделана? Нет, нет, ну, как бы там нижние слои положены все. На всем протяжении там больше 20 километров. Да. Теперь идет в верхней слое. Там возникает новая проблема. Вот буквально там позавчера ездил там на не нижнем слое, так скажем, как он называется, который положили-то сейчас. Выравнивающий, да? Да, первый выравнивающий. Новорачивающий слое, там уже сантиметров 5 глины, потому что ездит тракторак, хостехника. Выносит туда, отсюда, сюда. И невозможно, ну, нельзя укладывать. Это значит, что надо это каким-то образом убирать, там не будет вообще адгезии, да? Ну, во всем виноваты автолюбители. Нет, 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 это уже тракторолюбители, это уже аграрий. Тракторолюбители, аграрий виноваты во всем. И нам говорят, парни... Аграрий не придумали, когда урожай собирать. Вы не представляете, там реально по колено, вот уже на первом слое. А надо укладывать... А зима приходит нежданно-негаданно, и урожай у всех воспроизводителей. А надо укладывать, так сказать, сверху, это значит, что мыть сейчас нельзя, уже низкие температуры сейчас вообще работать нельзя, потому что до, там, 10 градусов, ну, с присадками может быть. А если мыть, то есть вода там останется, потом она замерзнет, и опять все. Нет, ну, слушайте, в городе это никого не оставляло, когда дожди были, я просто шел там по свободе, там укладывали когда верхний слой, но вчера был дождь, сегодня дождя нет, они работают, но вчерашние лужи все есть. Ну ладно, хотелось бы отметить главное, вот смотрите. Николай, фиксируй на фото видео. Я не умею понимать, почему. До как бы выборов, до выборов там были серьезные проблемы, после выборов там, знаете, общими молитвами с горем пополам, но тем не менее пришли, так сказать, еще подрядчики, которые начали отдавать технику в аренду и так далее. И с другой стороны начали, в том числе поставили второй укладчик, то есть выборы какую-то решающую роль сыграли, потому что до этого момента никто не хотел этого делать. Видимо, не понимали, а как там оно ляжет. А вот легло, и сразу опа, все навалились, и вроде бы сейчас ее заканчивают. И я, ну, надеюсь, что закончили. Нет, а что с этой грязью-то, какое-то решение может быть принято вообще реально? Да никакого решения. Ну, ДДХ говорит, помогите нам, опять же. Ну, помогите чем? Чуть-чуть надо сделать, может, не саму положить осваивку. Не знаю, может, там взять тряпки, вымыть эту грязь, я не знаю, ленечком смести. Я не знаю, ну что сделать-то можно? Бисполезно. Ничего. А конечно, не остановился, подключись. Ну, сколько-то уберут, сколько-то почистят, сколько-то, может быть, обеспылят частично так. Ну, дождутся пока более-менее, чтобы открытой воды не было. Но все равно основание будет влажное, на него и положат, и все. Да грязное, влажное-то влажное. Ну, грязное, влажное, но на него и положат. Варианты какие еще? До 20 октября необходимо сдать. До 20 октября они сдадут. Ну, поверьте, ну, если сейчас вот поднапрягутся, да, будут работать 24 часа в сутки, там, по 3 смены и все остальное. Нет, ну, а технически, технически как-то мыть, да, объявить там, так сказать. Ну, зачем мыть? Ну, сделают они, вы понимаете, при данных условиях, у них выбора нет. Просто никто не будет ничего предпринимать другого. Ну, будут ходить в церковь с утра, молиться. Сегодня, чтобы не наступил дождь. Там прекрасный храм в Бахте, кстати, да. Вот, чтобы не наступил дождь, чтобы светило солнце. Нет, дождь-то ладно, а что делать с глиной на вот так пятницу? Да ничего не делать. Возьмите и убрать немножко. А как убрать, чем? Ну, технически. Ну, хоть как углу, хоть лопатами отскрести. Ну, никто не, вы поймите, никто не будет делать, никто не сейчас в данный момент не будет соблюдать полностью технологию. Во-первых, она ушла, да. Посмотрите на улицу. Я так понял, технология соблюдена не будет. Конечно, 2 октября на улице у нас сейчас данный момент времени. Осталось 20 дней, да. Температурный диапазон какой? Вы видите, у нас ночью уже в противостоянии заморозки. Да уже заморозки по утрам. Уже ноль. Вот сегодня я ехал, слушал радио, сказали вообще, говорит, где-то снег выпал в Кировской области. Да, вполне может. Выпал снег и, говорит, под утро растаял. Я там был в пятницу, один градус тепла был, уже можно было останавливать работы. Поэтому у нас стало, сами понимаете, 18 дней, 19 дней, что делать, будут укладывать, понимаете, будут укладывать, все равно сделают, сделают. Ну, если опять же вспоминать улицу Комсомольскую и сравнивать, то граждане-то, жители будут, по-моему, все равно рады. Мой папа выйдет, так сказать, мама с хлебом, солью и будет встречать. Даже потому, что это потрескается на следующий сезон, они все равно будут рады. — 240 миллионов рублей. — Дожили, и будем рады. 240 лямов, а мы такие рады. — Нет, ну как же Комсомольскую звали, несколько десятков кинули, ничего, нормально, не такие большие уж деньги, а здесь вон такая дорога, и сколько радости людям. Да вы как-то определитесь. — А сами-то они дорожники, вот вы с ними общаетесь, они понимают, что нельзя так делать? — Все все понимают. — Все понимают. — Все все понимают. — Как понимают, в глину-то вы, так они понимают прекрасно, но не делают ничто, что они вынуждены делать? — Просто здесь проблема с РПТ. Я уже говорил, что это с корабля на бал, я ебал, получается, вот как-то так это выглядит компания на сегодняшний день. Но поскольку ни заводов по производству АБЗ, там асфальт и бетонных заводов, ни техники, ни всего остального, к сожалению, на входе не было. В следующем году, если останутся, то, ну я надеюсь, что более серьезно подойдут к вопросу. Вот в этом нет. И мне бы очень хотелось, конечно, привлечь... — Чтобы они остались? — Нет, чтобы у них было более серьезное оснащение и подход к делу. Мы сейчас совместно с общественной палатой смотрим, как инструмент гарантия на проведение работ переложить на срок гарантийного использования. Или привлечь страховую компанию, чтобы понятно было, что независимо от того, как будет судьба складываться РПТ, чтобы все-таки эту работу, эту дорогу они обслуживали. Вот это очень важный критерий. Потому что то, что они сделают, да, с горем пополам, общими молитвами, а дальше? У нас, ну вот открою маленький секрет, намечается все-таки отбор проб независимых, самый независимый. Хотя Менекин говорит, что уже 10 независимых сделан, но мы же понимаем, что из одного кармана в другой карман, так сказать, перекладывать нет смысла. Поэтому мы находим сейчас лабораторию и будем тестировать изменения к техническому заданию как раз по русской, кирово-русской, и в том числе отбирать пробы уже, в общем, согласие есть. Менекин сказал, что добрая воля есть, да, он готов на это пойти. И я думаю, что вот тогда-то мы поймем. Ну, есть, так сказать, собрали, собираем, собираем. С миром по нитке. То есть за свой счет положено. Взяли головной убор, прошли. С миром по нитке собираем, да. Меня взяли в том числе. Так, давайте про ваше предложение, касающееся страхования, гарантийных обязательств, подробнее уже после небольшой рекламы поговорим. Наши гости Виталий Брамб, Агир Шариф, Шамиль Бузиков. Говорим о ремонте дорог. Они причем говорят, что это независимо от нас. Мы тут что-то объявляем, что-то говорим, они продолжают. 20 число, и вот только эта дорога, да, мы имеем в виду? Все уже сделано. Киров-русская пока только ждем уже. Киров-русская, комсомольская. Ну, комсомольская, конечно, не плановая такая, как бы сверхплановая. Ну, как сверхплановая. С ним можно, годами ее можно ремонтировать. Контракт на заканчивание, в принципе. Скоро выпадет снег. Слабо заканчивая. Поэтому надо успеть сделать все. Ну, говорят же про современные технологии, для которых снег не помеха. Мне кажется, он никогда никому из наших дорожников не мешал. Конечно. Это к Чебайсу. Он нам расскажет про нанотехнологии. Багир, все-таки это... Про страхование. Про страхование. Да, что вы имели в виду? Горячая такая перепалочка. Страховать гарантийный. Ну, смотрите, у нас есть... Шамишка сейчас перерыве категорически фи. Ну, сейчас показывал. Хорошо, да. Конечно, я, честно говоря, против. Ну, смотри, я... Расскажи хотя бы, о чем речь идет. Вот смотрите, я управленец, да? Я не понимаю, как мне можно, так сказать, царить деньгами, в принципе. Поэтому, если есть контрагент и есть гарантия его, да, но этот контрагент, ну, ничем не обеспечен. Если она ничем не обеспечена, то как я могу быть, ну, предохранить ситуацию от того, что он просто завтра не уйдет в банкротство, как это было не однажды, да? Ну, никак. Правильно, я беру третье лицо. Это поручитель, гарант или страховая компания. В данном случае страховая компания, которая, мягко говоря, страхует риски. Если он успекся, значит, страховая компания просто несет за него обязательства. Да, это стоит денег. Если применить этот инструмент в рамках страны и правильно, грамотно, потому что с АРО мы уже строительное помним, как оно пролетело, то я думаю, что или в рамках хотя бы Кирова, то все может получиться. И у меня предложение конкретное следующее. Есть, сейчас лежит в банке гарантия РТП, которая предусмотрена на ход строительства. То есть вот они построят эту дорогу, вот вам гарантия. А теперь давайте эту гарантию возьмем и продлим на гарантийный срок еще, чтобы банк точно так же по этой гарантии выполнял вместо этой компании гарантийные работы, так сказать, во всяком случае деньгами закрывав, если ее, ну, мягко говоря, не будет. Вот принцип, конечно, вот ее принцип, я доверяю, я верю, я просто рожден с этими словами, но, к сожалению, жизнь показывает нечто другое. Вот, кстати, во многих регионах такие вопросы возникали, пока что опыта я не видел, чтобы осталось какой-то либо залог, либо привлечение строковой компании. Может быть, первая, вообще, да. Потому что в Орловской области еще там вреди области, в том числе там местные депутаты обсуждали эти вопросы, но пока что решений, по-моему, нет никакого. Ребята, ребята, у нас денег не хватает на строительство и реконструкцию всех дорог, понимаете, Кировской области. Вы хотите сказать, что из тех денег, из той мелочи денег, которую нам дают, мы еще будем отбирать деньги и отдавать страховой компании? Нет, это функция подрядчика, он приходит, захотел прийти, значит, ну, будь добр, сделай так, чтобы риск... Так когда ведь он заходит по контракту, он обеспечивает? Слушай, ну, а давай предположим, что это на 1% будет дороже, да, на 1%, но, тем не менее, это будет гарантировано. Или давайте мы... На 1%? Ну, предположим, я не знаю, надо смотреть, сколько там страховая компания берет. Это кто будет работать за 1%? Вот назовите мне страховую компанию в Кировской области. Слушай, у тебя машина застрахована, у тебя машина застрахована? Честно? Ну. Нет. Ну, я не знаю, что я могу сказать-то тебе вот. У меня застрахована, я получал оказка и ОСАГО, все нормально, все это работает. Если бы цивилизованно подойти. Если бы были застрахованы самолеты... Правильно, цивилизованно, цивилизованно. Это вопрос уже к законодателю. Цивилизованно. Пока законодательной базы нет. Ну, давайте строить, а кто ее как строит. Вот когда будет база законодательная, тогда и можно вернуться к этому вопросу. Ну, на сегодняшний день я не понимаю, как можно отпустить компанию, которая, мягко говоря, завтра, через год, это все русское развалится и ее не будет. Я им доверяю. Ну, хорошо, давайте ее застрахуем. Она так же развалится и страховать ничего не выпадет. Да любая компания, любая. Я не знаю, ГДМС давайте возьмем. Это наши же деньги из одного кармана в другой перекладывают, ребята. Ну и что? Ну, второй вопрос, второй момент, что можно... А, кстати, а что ждали, Зимагир Багидович, может, со страховщиками вопрос? Конечно, сегодня будет. А сегодня будет? Практика есть, Россия большая, везде есть такие парни, нормальные, адекватные, они что-нибудь придумают все равно. Либо оставлять там залог. Гарантию продлить, пролонгировать. Сумма контракта, оставлять залог до исполнения гарантийных обязательств, до истечения срока 4 года. Вот это реальный. Вот, пожалуйста, вот таком есть вариант. Вот это реальный. Даже если немножко это увеличит стоимость... А, но не страховать ни в коем случае. Ну, два момента возможных. Пусть техника вставляет залог, пожалуйста. Пусть технику в залог оставят. А кому эта техника дальше-то? Так эта техника-то... А, она же местная. Ну, хорошо, тогда положим техника ставить. Она арендованная. Даже если техника не местная, что вы с ней будете делать? Отдали вам технику муниципалитету, что? Менькин сел на него и поехал, что ли? А что, было бы здорово. Менькин сел на асфальтоукладчик и поехал асфальт укладывать. Ну, как? Как? Если ему отдали, он же муниципал, как? Ему отдали и сказали, вот, забирай. Проблем нет. Ну, по крайней мере, можно реализовать. Придется прадик свой поставить в сторону и на катке ездить на работу. Ну, и на катке наклеить, делай дороги. Шамиль, эту технику, оставленную в залог, можно в конце концов просто реализовать. Ребят, в этом здравый смысл. Если у вас есть другие предложения, пожалуйста, озвучьте их. Вот у меня такое. Я считаю, что гарантию продлить на гарантийный срок или в том числе застраховать два этих варианта рабочие легко можно применить. Вопрос в том, что мы столкнулись с проблемой, которая, ну, взять, к примеру, этот же участок, там, Кироврусская, только чуть поближе к улице Стретии. В прошлом году ремонтом где-то около 500 метров осуществила компания. И в этом году там обошли дефекты, и никто их не устраняет. Хотя подрядчик говорит, да, да, я все устраню. А ямочный? Такая же проблема в городе Слободском. Это же, кстати, подрядчик, но он ничего не хочет устранять. И по седимости уйдет в какой-то простой монтаж. В следующем году там будут дыры. Это факт, ребята. Правда. Если бы была гарантия либо страховка, все было бы сделано. Страховать надо даже ямочный ремонт. Смотрите, это же нагрузка, которая уходит от ДДХ. То есть, по большому счету, страховые компании не сами осуществляют надзор, потому что они несут эти обязательства правильно. К ним приходят все нарекания. Они выискивают деньги и, так сказать, управляют финансами для того, чтобы их уже, так сказать... И они впоследствии могут раздеть подрядчика, если он что-то там не делает. А на сегодняшний день есть прецедент такой уйцы московская. Да, она по гарантии, ее никто не собирается, я так полагаю, что и исправлять. Потому что сказали, что уже вроде как что-то пытались, а ямоты растут. А подрядчик Киров Русская сейчас, он как-то уже обозначил свою позицию? Будет гарантийное обязательство? Слушайте, обаятельные люди, конечно, замечательно. Мы все будем нести, и мне хочется им верить. Но пусть будет гарантия. Но когда дойдет до дела, вы сомневаетесь. Дело в том, что опыт показывает, что чаще всего улыбки, а не улыбками. Вопрос еще, смотрите, в чем-то есть. Все же проблемы по Киров Русскому, они же, даже то, что сейчас они могут не успеть или сделать некачественно, потому что там грязь, вода и все прочее, они же не сейчас начались. Они с самого начала были видны еще с момента проведения аукционов. То есть мы когда говорим про конкуренцию, это, конечно, хорошо, но она должна быть в рамках приличий. Когда одна компания не заходит, вторая заходит на пустое поле и берет по максимальной цене, это не конкуренция. Это какое-то, мягко говоря, странное действие, и они должны, наверное, пресечены быть. Многие действия должны запрещать. А хотите, я вам приведу реальный пример. Тут не уфас, тут не нарушение загнаться, тут нужна оперативная работа была в свое время. Наверное, как многие считают. Пример чего? Пример, когда мы говорили, что при розыгрыше аукционов на этот контракт не зашел никто, кроме москачей. Ветов Тодор там не заявлен. Почему? Да, когда Ветов Тодор берет это же все самое на свой подряд. Все моменты нужно учитывать. Мы там видим схему, некорректную схему. Вот то же самое в Воронеже заходили, проталкивали туда одну из компаний. Там просто рынок, он уже все приватизирован. Нет, он приватизирован в частных руках все. Эти частные руки сказали, вы не получите здесь ничего, ни асфальта, ни бетона, ничего, вы сюда не зайдете. Более того, обратились в ФАС немедленно. И даже выиграв, ему там намазали так, что этому подрядчику, тоже экспортом, что он выиграл этот тендер, он потом не смог ничего сделать, он его отдал и ушел оттуда. То есть там люди, действительно, отраслевики работают достаточно плотно, они отвоевали. Здесь не отвоевали, здесь была такая же, в принципе, на мой взгляд, схема. Если хотите конкретный пример, вот смотрите, например, у компании, в которой я работал, есть должник Харюшин Александр Геннадьевич, компания Авто, ну он перевозчиком был. Руководитель Львецкого транспортного союза был. Вот смотрите, этот человек потребил нефтепродукты, как обычно, и не рассчитался. По договору был исполнительный лист, компания ушла в банкротство, но я на тот момент заключил с ним договор поручительства. На сегодняшний день, вот он конкретный человек, который был депутатом основного законодательного собрания, по исполнительному листу своему частному должен денег, он их когда-нибудь отдаст. А юридическое лицо, оно просто умерло. Вот это факт исполнения гарантии. Хотите факт неисполнения гарантии? Был Луцкий ЛПК, владельцем и директором, который был Чурен Александр. Так вот там я не подписал договор поручительства, так вот теперь болт мне. Но, как бы, потому что Луцкий ЛПК, он уже обанкротился давно. А Чурен Александр, сегодняшний день, кто он там, куда он там, чего он там. Вот вам два примера, пожалуйста. То есть, как бы, береженого Бог бережет, и на всякий случай все-таки какие-то дополнительные гарантии, на гарантии надо пополучать. Смотрите, мы живем в 21 веке, то есть все механизмы, весь нормальный мир, то он прошел и использует. Ну, было бы не логично этих отказываться. Если они сейчас, ну, невозможны, по какой-то причине, были, да, то есть к ним нужно все равно стремиться идти. Если у нас есть несовершенненная законодательная база, давайте ее менять. У нас есть там законодательные собрания, там всякие депутаты избранные. Давайте... К сожалению, бизнес-то сегодняшний день умело адаптирует элементы аферизма и вошенничества к несовершеннству права. С этим надо бороться на правовом законодательном уровне. Факт. Чтобы спорил-то. Совсем грустно начинаем заканчивать разговор. Так, вы видите, у нас новый губернатор, новый мэр, как бы, да? У нас новый губернатор. Это Надежда. И анонсирована уже сумма на следующий год, анонсирована, сколько будет потрачено на дороге. Его ведь нельзя БКД сейчас провалить, поэтому русское делать надо. Потому что если сейчас в этом году его провалить, в следующем году не дадут миллион еще с копеечками, миллиард с копеечками. Это будет очень плохо. Поэтому сдавать его будем, говорим пополам. Но мне бы хотелось, чтобы гарантия на обслуживание была. Вот для меня это ключевое условие. Вот я так настроен. Мы уже понимаем, что с корабля на бал, но тем не менее, ну дайте еще гарантию. И тогда все будет более-менее хотя бы. Но я не знаю, как поступит власть в этом случае. А какую гарантию-то именно? На гарантийный срок, 4 года, пролонгирую гарантию, которая у тебя лежит сейчас в банке на выполнение работ. Все. Кто на это пойдет? Ну так понятно. Вот кто на это пойдет, тот как бы заслужит уважения и мое, и всех многих. Это, конечно, многого стоит в банке, чтобы заслужить уважение твое. Это да. Ну что, ждем 20 число. Да, как-то уже начинается как-то тревога по этому поводу, стоит ли вы так ждать. Ну, на самом деле, смотрите, какой масштаб закрыли. Все будет хорошо. Дальнейшие планы по работе региональной группы. Ваши непосредственно. Зима не за горами. На чем сосредоточите свое внимание? Зимнее обслуживание, содержание. Зимнее обслуживание. У нас в прошлом году было много претензий, много вопросов. Сейчас их нужно решать. В том числе и новый став, городской думал, должны сейчас верстать бюджет. И, наверное, учесть как-то все вопросы. То есть, может быть, недостаточную сумму увеличить. Вопрос по... На содержание, на вывоз, на уборку. На вывоз, на уборку, в первую очередь. Вопрос, куда вывозить. То есть, так и он подвис. И вопрос, как контролировать. Как мы слышали... А у меня следующий вопрос. Как считать? Да, я это имел в виду. Как считать? Как рассчитывать? Если мы говорим про оборудование полигонов, то есть с весовым контролем и все прочее, есть решение, наверное, единственное возможное. То есть, когда есть несколько полигонов, оборудованные весным контролем, и принимаются по весу. А сколько машин мимо весов прошло? Ну, что здесь контрольная функция должна быть, но... На ком возложены контрольные функции? Это, кстати, ведь Виталий. Заказчики. Виталий были изысканием подсчета, сколько там, да? Виталий Виталий считал, да. Исходя из заявленных количества кубометров, сколько должно было грузовиков быть? И там какое-то сумасшедшее число получается? Ну, там высота здания правительства, и вся диатральная площадь должна была завалена снегом. Там, на самом деле, проблемы серьезные. Во-первых, полигоны. Во-вторых, утилизация снега, снегоплавильные установки. Есть очень много видов. В-третьих, конечно, обслуживание. В каком виде? В накате, не в накате. Это надо все достаточно серьезно продумывать и смотреть. На сегодняшний день, как мы узнали вот в этой студии, существует только не более 20% денег на все это мероприятие. Вот это все, их нет больше. 20% это значит, что мы 20% города или всего лишь на 20% с точки зрения КПД будем эффективно убирать. Все остальное будет снег. Слушайте, ну, я по поводу цифр, кто говорит 20, кто говорит 10, здесь большой вопрос, нужно считать нормально. Ну, не больше, ну, 10-20, ну, не больше, правильно? Почему? В Хельсинге почему-то, ну, процентов на 40 больше. Ну, там, я уверен, что лучше убирают, чем в КПД. В пескостоляной смеси закупают 20% от необходимых раз. Второе, вывозят тоже 20% от необходимых 102 и так далее. Вот это основная проблема, правильно? А если говорить еще о, так сказать, дополнительных, так это снегоплавительная установка. Может, будем лучше всего верить в бесснежную зиму? Николай, зима близко, не верится, не верится. Истекает наше время, я думаю, что давайте сразу договариваемся. Такой большой эфир тоже запланируем по итогам уже, да? Ремонт дорог. Когда уже Киров, руководитель ДВХ, Андрея Менькина, позовем, да? Может быть, министр транспорта согласится с нами побеседовать. Так что большое спасибо. Не прощаемся. До скорых встреч. Всего доброго. Хороших всем дорог. До свидания. Багир Шариф, Виталий Брам, Шамиль Бузиков, член региональной группы общественного контроля за содержанием и ремонтом дорог, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. На этом мужской понедельник сегодня завершен. Я не прощаюсь. До встречи в особом мнении через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова